Лето, каникулы, лагерь. Ребята с ОВЗ весело и познавательно проводят свой досуг. Впервые организована летняя смена для деток с особенностями развития здоровья. Клуб «Изумрудный город» принимает к себе абсолютно всех ребят. Мы верим в то, что каждый ребенок уникален по-своему, что любой талант хороший, нет талантов или интересов ребенке, который бы был один лучше, другой хуже. То есть мы стараемся строить свою работу не на коррекции проблем детей, а на развитие их достоинств. Здесь собираются ребята разного возраста. Они обучаются в клубе «Изумрудный город». Кстати, руководители методист этого объединения недавно были достойны премии в ОРДИ «Родительское спасибо». Для каждого ребенка важно, чтобы в жизни был человек, который верит в него чуть больше, чем он сам в себя. Вот именно на этих основах мы строим свою работу с ребятами. Ребята все разные, ребят все сложные. И номинация на премию была для меня неожиданностью. И потом, что мы ее получили, тоже очень приятно. И Татьяна Николаевна, моя коллега, действительно заслужили эту премию. В этом году лауреатами премии «Родительское спасибо» встали сразу четверо жителей округа. На сыскание этой премии могут выдвигаться как руководители, так и любые специалисты, которые помогли ребенку-инвалиду. То есть это может быть руководитель крупной организации, может быть главный врач больницы, может быть медсестра, которая сделала не больный укол. То есть это может быть любой человек, который отзывается в сердце у родителя огромным родительским спасибо. Среди лауреатов премии президент родительского сообщества Мариана Кристалинская. Благодаря ее инициативе при поддержке администрации муниципалитета в округе запустили программу развития адаптивного спорта. Теперь дети могут посещать занятия бесплатно и в черте своего города. Очень важно то, что с детьми занимаются именно адаптивные педагоги, адаптивные тренеры. Это одно из важных условий неприемлемых. То есть действительно люди знают, как правильно это делать, чтобы был результат, чтобы была польза. Это очень важно. Поэтому это пользуется большим спросом. Я действительно благодарна администрации района, что поддержали нашу инициативу, пошли на встречу нашим просьбам. И вот такие вот группы организованы. Действительно это очень здорово. Ну, наверное, это вот послужило одним из таких вот ключевых моментов, за что родители отдали свои голоса за меня и как бы поддержали мою кандидатуру. Всего по всей Московской области 21 лауреат. Из них медалисты Пушкина Оксана Викторовна, Мишонова, Ксения Владимировна, Крюков Георгий Валерьевич. И лауреаты у нас только по Одинцову 4 человека. То есть из 21, 4 Одинцова. Это большой успех. И я думаю, что с каждым годом будет очень больше, потому что золотых сердец помогающим детям-инвалидам в нашем округе очень много. Это большое счастье для нас. Отмечены труды и руководителя физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Одинец». Галина Вартанян особое внимание уделяет развитию адаптивного спорта. Это настоящий прорыв. Мне было очень приятно, что мы можем помочь этим деткам, можем помочь родителям. Но прежде всего, это награда, я думаю, это диплом. Он все-таки, я его как бы посвящаю родителям. Потому что, вы знаете, я шестой год работаю с людьми с ограниченными возможностями. Как со взрослыми, так и с детьми. Ну, взрослые – это одна история. А вот с 2018 года мы работаем с детьми. И, вы знаете, порой они в меня вселяют какое-то жизнелюбие, стремление к чему-то большему и хорошему. То есть, я к чему говорю, что нам, здоровым людям и родителям, имеющим здоровых детей, нужно еще многому-многому поучиться. Лауреаты премии Варди уже строят планы на будущее. Им еще многое предстоит сделать и создать. И, глядя на эту команду инициативных, неравнодушных людей, понимаешь, им все по плечу. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».